Да, противник зашел на приграничные территории, несколько населенных пунктов заняты противником, он максимально пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы, получается он, я так понял, все бросил сюда. Да, где-то есть у нас потери, да, где-то есть, я так понял, и пленные тоже. Ситуация на месте чуть-чуть, ну, я думал, конечно, что она менее так обширна, увидел, узнал. Ну, и в то же самое время, опять, что бы кто ни говорил, опять же, я не вижу ничего хитического, кроме того, что мы сейчас воюем на территории Российской Федерации и погибают жители исконно российской территории, исконно наши граждане. Вот это, к сожалению. Ну, то есть ничего, ну, такого неординарного не происходит. Противник просто зашел на территорию России, впервые со Второй мировой, ну, немножко взял пленных, ну, ничего страшного, подумаешь, первые пленные, что ли, попали в украинский плен? Да, ну, нет, конечно, их там кормят, за ними там смотрят, их там обхаживают со всех сторон, все прекрасно, ничего страшного, откормятся там в Украине. Ну, немножко погибают жители исконно русских территорий, немножко, конечно, получается сгоревшей техники, немножко, конечно, там как-то ситуация обширнее, нежели он думал. Ну, в принципе, в принципе, ну, ничего не произошло. Ну, да, все хорошо, прекрасная маркиза. Примерно так, по этому принципу. Самое смешное, конечно, это объяснение этого бравого кадыровского командира о том, каким образом они пропустили. Они мимо нас прошли, мы их не заметили. То есть, так-то бы мы, конечно, так-то бы мы, конечно, их просто вот порвали бы, если бы, если бы, так сказать. Ну, на самом деле, все это, конечно, ерунда, потому что как раз вот эти Z-пропагандистские телеграм-каналы, они, в общем, более правдивы, чем российский официоз, хотя они в том же направлении, они сторонники войны, они рассказывали, как эти кадыровцы мужественно бежали в рассыпную при виде приближающихся вооруженных сил Украины. Так что лишний раз подтвердили, что это действительно тик-ток войска в самом прямом смысле. Вот, так что, на самом деле, тут есть, понимаете, какая штука, проспали, все, что произошло, это был очевидный просчет разведки российской. И, в общем, вот вся эта невнятица, которая звучит сегодня с российских экранов, она, безусловно, результат того, что не дали методички. То есть не успели предупредить, не сообразили, а что говорить, а что говорить, когда говорить нечего. Мне больше всего понравилось поведение Путина. Он подписывал документы, документы, каждый из которых он подписал 10 законов, которые направлены, ну, там, значит, ужесточение наказаний, там, запрет пользоваться телефонами на фронте, значит, там, всякие другие, там, значит, разрешение этим самым судебным приставам применять оружие. Ну, естественно, против россиян, потому что, ну, судебные приставы, они же не воюют с украинцами. Короче, 10 законов, которые сильно направлены против граждан России. То есть это вот напоминает 10 сталинских ударов, только у Сталина это все-таки были попытки бить по фашистам, а здесь 10 путинских ударов, направленные против граждан Российской Федерации. То есть у меня такое ощущение, что Путин начинает соревноваться с вооруженными силами Украины, кто сильнее и больше ударит по Воронежу, по условному. Вот там конкуренция явно идет. Пока надо сказать, что Путин лидирует. Все-таки он 10 ударов таких мощных наметил, которые в целом, конечно, бреда гражданам России принесут, ну, пожалуй, что и больше, чем ВСУ. Но ВСУ тоже старается не отставать. Так что очень, очень нелепо это все выглядит. И действительно, абсолютно, главное, ясности нет, что они собираются делать. Понятно, что они сейчас должны как-то останавливать развитие успеха. Но ВСУ со своей стороны укрепляется в Курске. То есть это явно, вы знаете, я сначала, когда все это началось, 6 числа, я сначала думал, что это все-таки рейд. Ну, такие рейды были в Белгородскую область, в Брянскую область. Потом постепенно стало понятно, что это по количеству людей и потому, что не собираются уходить, что это не рейд, а что это действительно фронт. И сейчас фортификационные сооружения собираются возводить или уже возводят вооруженные силы Украины. Так что это фронт. Это просто фронт, второй фронт, который на сегодняшний момент открыт. Это может быть, если сложится все удачно, это может быть перелом войны. То есть на самом деле настоящий перенос войны на территорию России. Это совсем другая история. Ну и что касается Запада, то в целом Запад реагирует достаточно спокойно. То есть если кто-то ожидал, что будет там какое-то одергивание со стороны Запада, ничего подобного не происходит. Мне больше всего понравились немцы, которые сказали, что леопарды воюют на территории России. Но немцы пожали плечами и сказали, ну так это же теперь украинские леопарды. Мы же им передали, поэтому это теперь не немецкие. Это украинские леопарды, они мяукают по-украински. То есть это, в общем, совсем, это их дело, где они воюют. Хоть пусть на Москву идут. Так что все, ситуация очень неожиданная для Кремля. Кремль, безусловно, проспал эту ситуацию. Ну и это хорошая новость. Пока мы от темы Кадырова далеко не отошли, мне просто интересно, может ли вот эта ситуация повлиять на взаимоотношения Кадырова с Путиным в будущем, если оно такое есть. Да, потому что сейчас непонятно, как будет развиваться ситуация. Мы видели тикток войска Кадырова на каждом из направлений. Мы видели о том, что они могут снимать тикток, и на этом как бы все заканчивается. Мы видели о том, что их, ну не знаю, там, военные потуги можно множить на ноль. Тут они должны были границу стеречь, и в итоге бежали, а потом вернулись и пропустили все, что можно было пропустить. Как-то повлияет это на взаимоотношения? То есть уберет ли, давайте я так, уберет ли Путин Кадырова и поставит, например, на его место вот того же Алаудинова, которому все время эту должность как-то так пропагандируют, вещают и видят его на этом месте? Вы знаете, конечно, прогнозировать то, что происходит в безумной голове Путина, всегда бывает опасно и сложно, потому что можно ошибиться. Но здесь я, пожалуй, вот вероятность такого сценария буду рассматривать как нулевую. Потому что, во-первых, потому что Путин никогда не наказывает за трусость, никогда не наказывает за неумение, за бездарность. Он всегда наказывает за... Ну, слушайте, Шойгу украл весь военный бюджет. И ничего, и не посадили его. Ну, просто переместили на то место, где он меньше может воровать. Вот. Ну, представить себе, что... Ну, во-первых, все-таки Кадыров, главное его назначение – это не воевать. Кадыров – это не про войну. Кадыров – это человек, который как бы контролирует все-таки не только Чечню, но и пытается контролировать Северный Кавказ. И это он делает успешно. Имеется в виду, прежде всего, Чечню, конечно. Поэтому, так сказать, и на сегодняшний момент он очень укоренился. И, конечно, Путин в состоянии, если захочет Путин в состоянии отправить его в отставку. Для этого Путину надо просто написать, поставить свою подпись под бумажкой. Но я думаю, что... Нет, это... Ну, Путину только... Вот чего на самом деле Путина не хватает – это еще одного третьего фронта на Кавказе. А там очень укоренен клан Кадырова. Ну, слушайте, сейчас практически все чиновники – это родственники Кадырова. Все. То есть все правительства, главы городов, силовые структуры – все наводнены родственниками. Слава Богу, клан большой, и там действительно сковырнуть этот клан – это серьезная спецоперация, на которую у Путина сейчас нет желания. Но главное – зачем? То, что Кадыров не умеет воевать, ну, это было понятно с самого начала. Это, так сказать, люди... Это предатели. Изначально ведь весь этот клан Кадырова – это клан предателей, тех людей, которые предали свой народ, воюющий против Российской империи во Второй Чеченской войне. Вот, поэтому... Ну, бравада, там, то, что он... Ну, действительно, тикток войска. Что тут можно сказать? И я думаю, что это все понимали. Так что внутри России, да, они представляют как... Потому что они могут грабить, могут убивать безоружных людей. С этим у них проблем нет. Но я думаю, что такой вот тот вариант, о котором вы говорите, он просто невозможен. Интересно, не сожалеет ли Путин о том, что он сам вырастил такого, получается, маленького Путина, маленькую версию себя, ну, просто учитывая территорию, на которой закрепился Кадыров? Ну, да. То есть это... Нет. Ну, в данном случае, я думаю, что у Путина никаких разочарований по поводу Кадырова не было. Все все понимали. Так что я думаю, что Кадыров Путин устраивает в том виде, в каком он есть. Вы хотели фактов, их есть у меня. А х*** в Курской области находится часть суджи, райцентр. Да, это правда. Официальных подтверждений этого нет, но это правда. Есть танки, есть БТРы, есть колоссальное количество беспилотников, есть колоссальные проблемы с украинским рэбом. Да, это все правда. На войне так бывает. А были ли готовы те части, которые находились на границе Украины в Курской области к этой атаке? Ну, судя по всему, не очень. Опять-таки, повторюсь, да, так бывает. Война идет на гигантском фронте протяженностью 1200 километров. Вот математика. 1200 километров. Ну вот, если берете как бы за базу вот эту протяженность, ну и умножайте на скок. Вот на скок вопрос. Ну, я так понимаю, что он таким образом как бы намекает на то, что пора проводить новый этап мобилизации, потому что войск не хватает на такой большой протяженный фронт. Но к этим 1200 добавилось еще какое-то количество километров теперь в Курской области. Ну, во-первых, как бы, может ли Мардан себе позволить прям вот так говорить о том, что происходит в Курской области, поскольку никакой официальной позиции нет. Ну, а во-вторых, как бы, опять-таки, мы же с вами говорили о том, что критиковать Путина можно только за то, что он недостаточно строг с Украиной. А вот критиковать Путина или же там военное руководство за то, что они пропустили момент наступления, позволено ли? Так он же не критикует. Ну, то, что мы слышали, как раз... Нет, так он же не критикует. Он говорит, ну, так бывает. То есть это нормально. То есть это нормализация. Ну, это примерно так же, как Аптил Алиуддинов, значит, который говорит, ну, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза. Да, мы пропустили, мы разбежались. Значит, противник находится на территории, на исконной территории России. Да, Курская область. Вот там, ну, ничего страшного там. Ну, да, так бывает. Ну, конечно, так бывает. Бывает вообще по-разному. Бывает и так же, как было в Крымской войне в 19 веке. Бывает так же, как было в Японской войне, в Русско-Японской войне в начале прошлого века. Всяко бывает. Так бывает. Так что, ну, в данном случае, бывает так, как было в Афганской войне, когда зашли и потом вышли, вынуждены были уйти, потеряв, поубивав, конечно, граждан Афганистану, но потеряв и своих граждан, непонятно зачем. И ушли, не солоно хлебавши, не добившись ни одной цели. Так же здесь так бывает. Не первый раз, безусловно. Это правда. В данном случае вопрос только в одном. Зачем это все надо было делать? Вот характерно, что два с половиной года войны, и до сих пор никто, внятно, не сказал, зачем это надо было делать. Зачем? Ну, если не брать там путинское безумие, что его надо было как-то удовлетворять. Вообще зачем это все устроено? Зачем положили в землю уже более полумиллиона российских военнослужащих? Зачем угробили или продолжают гробить российскую экономику? Зачем вогнали страну в полную изоляцию? Ну, и, наконец, зачем убили огромное количество мирных граждан в соседней стране? Зачем это сделано? Никто толком ответа не дает. В том числе и главный военный преступник. Знаете, читала эту аналитическую статью Ходоренка, которая зовет себя военным экспертом, и которая говорит, что вряд ли ФСБ придут на помощь, помогать как-то охранять Курскую область, потому что их основная задача — это контроль. Они смотрят за границей, а охранять и защищать границу должны кто-то другие. Поэтому они как бы смотрели за ней, наблюдали, а потом что-то пошло не так, и теперь другие должны подойти, те, кто должен ее охранять. Или же уже теперь отбивать назад. Много вопросов сейчас, опять-таки, в телеграм-каналах о том, кто должен понести ответственность, ну, по крайней мере, в Z-военкоровском сообществе. Во-первых, они как-то очень, вы знаете, подуныли. Во-вторых, мне кажется, они очень как-то подупали духом. В-третьих, они как-то, мне кажется, очень критикуют Путина. Раньше такого не было. Или же военное руководство, потому что они не понимают, как такое могло быть. Одни спрашивают, где была разведка, другие спрашивают, где Ахмат, третьи спрашивают о том, кто пустил колонны по прямой Курской области для того, чтобы их было удачно, можно было уничтожить. Но я так понимаю, что спрашивать нет у кого. То есть, как бы, по старой аналогии, никто за это не понесет ответственность. Ни Герасимов, ни Шойгу, ни Белоусов, никто. Сто процентов. Сто процентов. Значит, ну, во-первых, это изумительно, это новое слово. Я все-таки Ходоренко считал всегда действительно человеком, который разбирается в военном деле. Все-таки просиделся только в генштабе человек. И, как правило, какие-то вещи он разумные говорит. В том числе, он очень активно выступал в начале войны против этой войны. Когда война началась, он публиковал несколько статей, в которых он утверждал, что начинать такую войну – это безумие. Ну, потом опомнился, перековался и продолжает поддерживать. Но что касается вот заявления о том, что… Ведь о чем речь идет? Дело же не в названии ФСБ, а в структуре ФСБ пограничные войска. И заявить о том, что не дело пограничных войск защищать границу – это новое слово. Это так… Это серьезно. Потому что говорить о том, что просто проверять паспорта, проверять документы – ну, это задача паспортистки. А пограничные войска – это серьезная силовая структура, которая должна как раз защищать границу. Сказать, что это не входит в их обязанности – ну, это сильно. Вот. Что касается ответственности, я с вами совершенно согласен. Так сказать, никогда в России не наказывали за плохую службу. Наказывали за личную непреданность. За то, что человек усомнился, там, высказал что-то не то. Ну, а что касается задач ФСБ, то Ходоренок пропустил самую главную задачу ФСБ. ФСБ занимается исключительно, так сказать, ловлей шпионов в своем отечестве. Ловлей несогласных иноагентов, там, и так далее. То есть ловлей всяких внутренних врагов, диссидентов. Поэтому, конечно, сил для того, чтобы останавливать вооруженные силы Украины, у них, конечно, нет. Я специально искала этот абзац с статьи Ходоренка. Говорит, что у него вызывают большие сомнения, что, собственно, будут привлечены, вовлечены в боевые действия пограничных войск ФСБ России. Все-таки их задача охрана государственной границы, а не оборона. Разгром войск противника, вклинившихся в глубину территории страны, это функция вооруженных сил. Все, говорит, ФСБ тут ни при чем. Они уже пропустили свой момент, когда они должны были пределять этому внимание. Все, теперь уже вооруженные силы перехватывают эту инициативу. Ну и, собственно, опять же таки, все чаще в экранах звучит версия о том, что это войска, которые стояли, в свою очередь, там, возле Беларуси, потом их с Беларуси, с границы с Беларусью забрали, и вот теперь они оказались в Курске. И, таким образом, как бы напоминают, что с той стороны границы Беларуси тоже были войска, и Лукашенко их отвел. И, собственно, не будет ли теперь Путин толкать Лукашенко опять на то, чтобы он вступил в эту войну со своей территорией, отвлек наши войска на свои границы, или же не будет ли просить у него помощи, чтобы привлечь эти войска теперь уже в Курскую область, потому что они же союзное государство, ОДКБ и все такое. Ну да, но просить-то он, конечно, может. Но Лукашенко и в лучшие времена не готов был помогать Путину своими солдатами. Но аж сейчас, когда ситуация складывается таким образом, конечно, что называется, у Лукашенко помощи, что называется, зимой снега не допросятся. Поэтому я думаю, что сейчас, когда ситуация складывается не самым благоприятным для Путина образом, конечно, Лукашенко рисковать не будет. Никаких белорусских вооруженных сил не будет в прямом столкновении с вооруженными силами Украины. Я в этом абсолютно убежден, потому что в противном случае Путину придется спасать белорусский режим. А этим он сейчас уже точно заниматься не будет. Лукашенко не самоубийца. Он гораздо опытнее Путина. Он, так сказать, ну все-таки он сидит уже более трех десятков лет на своем кресле. И поэтому он умеет выживать. Оказывается, в гораздо более сложных ситуациях, чем оказывался Путин. Так что у него, конечно, и в отличие от Путина, у него все-таки безумия меньше. Да, оно практически отсутствует. То есть он, на самом деле, довольно расчетливый диктатор. Это диктатор без таких вот признаков безумия, как у Путина. Поэтому на такие авантюры, как войти в прямое бой столкновения с вооруженными силами Украины, Лукашенко не пойдет. Я в этом просто уверен. Тогда вопрос, почему, как вы думаете, Путин не обратился к ОДКБ, он его называет как бы аналогом НАТО, да? Почему он не обратился к ОДКБ для того, чтобы они там как-то помогли ему с Курской областью? Это будет признание его слабости, вот прямо умножить Путина на ноль? Так а что такое ОДКБ? ОДКБ – это Россия. Это Россия, российские войска. Там других войск-то нет. То есть, ну да, безусловно, есть какие-то вооруженные силы Казахстана, но они никогда не будут воевать на стороне России. Есть вооруженные силы. Но пока еще, вот сию секунду, вроде как Армения даже не вышла из ОДКБ. Но представьте себе, что Армения бросит свои войска против Украины. Ну, это не научная фантастика. То есть кто? Узбекистан? Ну, кто? Кто конкретно из ОДКБ готов послать свои войска в Украину? Ну, это абсолютно невозможно. Ну, и кроме всего прочего, ОДКБ – это фантом. То есть это вооруженные силы России. И это просто название. Так что здесь, ну, просто без вариантов и без шансов. Я думаю, что ни одна страна, входящая в ОДКБ, свои вооруженные силы против Украины не бросит. Я думаю, что здесь просто стопроцентная гарантия. Игорь Александрович, мы уже с вами доказали, что мы не являемся военными экспертами, поскольку мы постоянно смотрели в сторону Крыма, а тут вдруг у нас перед глазами оказалась Курская область. Но, тем не менее, как вы оцениваете эффект от этой спецоперации для территории России, для войны России с Украиной? Эффект будет? Эффект может быть, если же? Вот сейчас, как вам видится вся эта ситуация? Вы знаете, я думаю, что есть очевидные вещи. Здесь не надо быть военным экспертом, что в морально-политическом отношении инициатива перешла к Украине. И это очень важно, потому что настроение... Воюют люди при всем том, что техника имеет значение, но воюют люди. И от того, в каком они настроении, зависит очень многое. И на сегодняшний момент это действительно воодушевляющее событие, которое существенно повысило боевой дух и вооруженных силах Украины, и настроение у людей, у самих граждан Украины. То есть, если до этого говорили о том, каким образом остановить вот это наползание путинских оккупантов, то сейчас разговор идет уже о том, каким образом развить успех в Курской области. И не только в Курской, может быть, и в Липецкой, и в Белгородской, и в Брянской, и, может, и в Ростовской. То есть, короче говоря, Украина перехватила инициативу. Это очень важно. А что касается территории России? Потому что, вот как пишет Зателеграф, да, отвлечь россиян от наступления в Донецкой области, содействовать внутреннему раздору в России, содействовать переговорам по обмену территориями? Ну, насчет обмена территорий здесь у меня очень сильные сомнения. Я с трудом могу себе представить какие-то переговоры, в ходе которых Путин с Зеленским торгуются насчет того, на что обменять Курскую область. Ну, вот мне, честно говоря, я такого сценария представить себе не могу. Ну, по целому ряду причин. Это вряд ли. Ну, а что касается военной составляющей, то здесь не надо быть военным экспертом для того, чтобы понять, что для того, чтобы закрыть вот эту вот проблему, или, по крайней мере, купировать эту проблему в Курской области, Путину нужно будет брать где-то войска. И эти войска придется снимать с других направлений. Это означает, что непосредственно угроза на Донецком направлении, на Харьковском направлении, она, безусловно, уменьшается. Так что, в любом случае, достаточно большое количество позитивных результатов мы вправе ожидать в самое ближайшее время. А внутренний раздор даете ему шанс? Внутренний раздор, я думаю, что недостаточно. То есть, если это все будет развиваться... Ну, слушайте, очень многие сейчас говорят, цитируют Дерипаску о том, что вот это вот сейчас вот Дерипаска, который сказал, что война – это безумие, начинать войну было безумие. Ну, то есть, фактически обвинил Путина в безумии. Ну, так, косвенно. Но я не думаю, что вот голос Дерипаски здесь является... Да, это, конечно, голосом Дерипаски говорят испуганные обитатели списка Форбс российские, безусловно. Они в большинстве своем так думают. Но они не являются ресурсом, который сможет каким-то образом изменить ситуацию. Да, когда что-то начнется, они скажут свое слово. Но когда начнет кто-то другой? Я думаю, пока, вот у меня такое ощущение, что пока какого-то внутреннего раздрая здесь нет. Ну, прежде всего, потому что все-таки, ну, да, это окраина России уже сегодня. Хотя еще вчера говорить о том, что Курск – это окраина России, было непривычно. Но сегодня так. Сегодня так. Сегодня мы вернулись на несколько веков назад. Выяснилось внезапно, что Курск – это пограничная территория России. Ну, вот. Но в любом случае, я не думаю, что внутренний раздрая я не вижу. Вот как-то, ну, тоже наблюдаю за тем, что происходит в российском социуме. Пока, пока этого нет. Пока, вот, несется просто челобитный Путин, магия и так далее. Но вот такого какого-то массового заявления о том, что царь, вообще-то говоря, не настоящий, и что Путин во всем в этом виноват, я таких слов пока не слышал. И массовых таких заявлений нет. Пока это удел одиночен. Да, и я тоже. Но, опять-таки, мы точно не униваем, дух наш как бы приподнят, поэтому мы подождем. Мы не гордые, мы подождем. Пане Михайло, ну, мяко кажучи, я так розумію, прогавили вони цілу область, зараз там йдуть якісь атаки на Белгородскую область. Але нічого, бо Путин каже, що кожному даць, хто постраждав 10 тисяч рублів, ну, то так трошки сходите раз в магазин і все. Загалом, як ви оцінюєте те, що відбувається зараз на території РФ, і наскільки є зараз усвідомлення, що це такий серйозний тотальний провал ЗСР на їхній же території? Забытий багато, і потрібно їх якось суметь обобщити во всім цьому хаосі, хаосі інформаційному, який ми получаємо. Ви говорите, наскільки це серйозно. Я вот с інтересом следил за тем, а що пишет западна преса. Ми ж кожен раз знаємо, що западна преса, вроді як, в сумасшедшій оперативному режимі про все пишет. Це дозна, це показательно, о чому речі. Западна преса, в отличие от телеграм-каналів, от нас с вами, обязана опираться на некі надежні источники. Вони должны указывать, що этот сообщил, тот сообщил, а їм практично не на що опереться. Поэтому вони буквально з трудом з себе выдавливають какое-то обобщення, какую-то інформацію. Але, конечно, вони вже, пожалуй, Блумберг, найбільш інтересний був материал про те, що, да, як ви це говорите, це тотальний провал российського военного руководства. Тотальний провал российського военного руководства. Саме крупне вторження, як вони написали в Росію, со времен Второї мирової війни, здесь эта, правда, формулировка вызвала у мене удивление, потому что во время Второй мирової війни никакой России-то не було. Россия появилась в 1991-1992 годах, поэтому о чём вони говорять не совсем понятно. Но, как вы знаете, даже в заголовке Блумберга, что это переворачивает стол на Путина. То, що произошло і то, що сделали вооружённі сили України. Мы, естественно, смело называем это вооружёнными силами України, никаких там эйфемизмов, а то некоторые начинают уже там прятаться за всем, за какими-то формулировками. И вот реакции Путина и другого военного руководства России. Это тоже очень показательная история. Вы знаете, что раньше Путин не называл войну войной, а теперь он не называет вот это наше вторжение, захват Курской области этими словами. Он называет абсолютно какими-то вообще... Он использует эйфемизмы в описании того, что происходит в его стране. Понимаете, когда он не называл войну войной, это он говорил про события в Украине. Но сейчас события происходят в Российской Федерации, в его стране. И он боится назвать своими именами то, что происходит в России. Он называет это события... Вот так, события, по-моему, да, у него слова сейчас... Нет, извините, ситуация и обстоятельства. Сложились обстоятельства. В этой ситуации. И он не говорит, что произошло. Вот он выступает перед россиянами. Он выступает на заседании правительства. Он выступает перед губернатором. Встреча его с губернатором виртуальная, с губернатором Курской области. И говорит, у вас сложилась же ситуация. У вас же там обстоятельства. Так и не рассказываешь, что... То есть он боится вслух ртом произнести, что его территорию захватили. Эта реакция, она удивительная. Я помню, как все прям ждали заседания Совета Безопасности. И гадали, что будет. Вот гадали, что будет. Я провел даже опрос прямо перед Советом Безопасности. У себя на телеграм-канале. Вот как вы думаете, что Путин, собственно говоря, сделает? Ну, из таких базовых вещей. Объявить мобилизацию и так далее. Вот у меня на опросе первое место заняло погрозит ядерным оружием. И заметьте, где угроза ядерным оружием? Нет угроза ядерного оружия. То есть сейчас, в той самой единственной ситуации, про которую они говорили, что мы применим ядерное оружие, если будет удар по России, войска наши в России не объявили. Еще один нюанс, смотрите. Вот Россия вообще-то член УДКБ. Мы все время вспоминаем про Беларусь УДКБ, Армения УДКБ, Кыргызстан УДКБ, Казахстан УДКБ. Но ведь Россия-то тоже член УДКБ. То есть, по идее, по уставу УДКБ, Россия сейчас должна просить помощи УДКБ, ведь это на ее территорию зашли иностранные войска. А почему Россия не просит помощи УДКБ? Вот вопрос, да, какой философский. А почему Россия не просит помощи УДКБ? А потому что страшно. Попросит помощи УДКБ, Казахстан скажет, так это же ваша военная агрессия. Это скажет Казахстан. Армения скажет, так мы выходим тогда, раз у нас помощи просили. А самое страшное, что Беларусь, например, согласится оказать помощь и поведет свои войска в сторону Курской области, Лукашенковской. Потому что в этот момент ВСУ, естественно, ударят по Беларуси, и там уже можно будет идти на Москву. Вот это масштаб. Вот все, что я сейчас сказал, это чтобы оценить масштаб происходящего. А дальше давайте вопрос за вопросом идти по всему, потому что, ну иначе, я про саму войну там могу бесконечно рассказывать. Багато военкоров російських, которые очень сильно поддерживали Кремль, сейчас разносят Минобороны. Кажут, что при Шойгу такого не было. Белауса, возможно, экономические потоки правильно спрямовывали в Минобороны, но из военнослужащей точки зрения он ничего не понимает. И, загалом, знову ж таки, одна из целей в Курской области каже, что, возможно, это Курская атомная электростанция, которая недалеко от Курской. Пане Михайло, как вы говорите, насколько Курская АЭС может быть целью? И звучит вам логично, взявши под контроль АЭС, сгодом, возможно, договориться с той самой запорезькой атомной электростанцией? Вот такой соби обмин, ракировка. Мы вам Курску, вы нам, Запорезьк. Давайте я сначала прокомментирую про Герасимова, начальника генштаба, что про него говорят, потом туда пойдем, в Запорожскую атомную станцию. Просто, чтобы не забыть про Герасимова, мне кажется, что вот то, что сделал таки Путин и его руководство, они нашли, кто виноват. Вот они решили, что виноват будет Герасимов. И тут же все, действительно, Z-блогеры, знаешь, по команде это делают. Все стали обвинять Герасимов, чтобы на кого-то это слить. Потому что ведь на самом деле, кто виноват? Вот сидят, сидит этот совет. Ну, первый виноват, это Путин. По понятным причинам, потому что он вообще-то главнокомандующий президент страны. Второй виноват, и рядом с ним сидит министр обороны, Белоусов, действительно, как-то, как-то он-то не виноват, когда он-то и виноват, собственно. И рядом еще этот Шойгу и Бортников, которые командуют вообще-то пограничными войсками, которые разбежались. Вот. И они молчат. И за все это время ни одного слова. Где министр обороны? Где хоть одно слово от министра обороны? Это же комедия. Вот. Поэтому, мне кажется, вот, разные же были оценки того, что такое пришел Белоусов в министерство обороны. И многие испугались, такие были серьезные. Я помню, вот это, кстати, любили вот эти российские либеральные общественности, так называемые. Ну, я в хорошем смысле, есть там хорошие люди тоже, но вот те, кто такие родители за Россию-матушку, они говорят, ну все, вот Белоусов, как вы сказали, он же пришел, сейчас наведет порядок, сейчас российская армия станет сильнее. Я вот не видел предпосылок. Я все время над ним стебался, говорил, он какой-то маньячил сумасшедший, который там Деве Марии письма пишет. Поэтому это все просто полная будет ерунда. Вот мы эту ерунду сейчас прямо и наблюдаем. Вот. Ну, поэтому интересно, как они будут сваливать сейчас, что они будут делать с Герасимовым. Теперь про Курскую атомную станцию. Мне кажется, что все эти истории про обмен Курской атомной станции на Запорожску, это все мемчики наши украинские на уровне Курской народной республики, референдумов и так далее. Как шутка, это все хорошо. Ну, правда, как шутка. Почему? Потому что всерьез, скажем так, есть ли цель захватить Курскую атомную станцию? Я думаю, что это одна из целей. То есть она, у этой операции нет определенных территориальных целей. Просто их нет. И не может быть. Потому что это в каком порядке ведется? Вот как прорыв в Харьковскую область в 1922 году. Прорвали две линии обороны, получилось. Дальше туда хлынули наши резервы. И сейчас они идут туда, где есть оперативный простор. Вот где нет российских войск, туда и идут. Или где нет организованной обороны российских войск, так сказать, туда и идут. Кадры были замечательные, как мы хаймарсами разбили их колонну на дороге российской техники. Она уже детонирует там вовсю. И все это в каком-то, я не помню, как называются эти города. Пока еще не все выучил. В Харьковской области. Как? Рыльск. О, Рыльск. Рыльск, да, в Рыльске. Значит, вот, да-да-да-да. Мы идем туда, где есть возможность идти. Появится возможность дойти до курса КС, конечно, дойдем. Это очень было бы хорошо и круто. Но не для обменов. Потому что обмен, извините, это что, мы мирные переговоры собрались с Россией вести? А что еще? Если как только мы это на это обменяем, они скажут, а на что вы будете обменивать Донецк? На что вы будете обменивать Севастополь? Это мы должны взять Петербург, например, правильно? Чтобы на Севастополь обменять? Или что? Ну, очень сложно, да? Это мы сразу себя ставим в невыгодную ситуацию. Если начнем говорить о каких-то обменах. Выгодная ситуация другая. Захватить Курскую атомную станцию, ну, если, дай бог, получится. То есть, не дай бог, я сейчас не даю советов, конечно, никакому командованию. Это я так молюсь за то, чтобы такое получилось. Вот, предположим, получилось. А тогда это почти не, как сказать, почти неприступная крепость. Почти. Потому что вот суджу сейчас будут сносить с лица земли россияне. Бомбить кабами, там, пытаться делать все, что угодно. А что они будут делать с атомной станцией? Бомбить кабами ее не получается. Это как мы не можем взять Запорожскую АЭС, потому что мы же не можем ее с этими атакамсами, правильно, атаковать. Вот они не смогут. Что они смогут сделать? Наши там расположатся уютно, как россияне на Запорожской атомной станции. И это будет такая неприступная крепость. Мы, тем более, у нас есть теперь прецедент. Потому что россияне захватили Запорожскую, и мы видим, как они там себя ведут. Они расставили свои боеприпасы, склады боеприпасов устроили прямо возле атомных блоков, чтобы нельзя было по ним стрелять. И мы же делаем то же самое, потому что мир же не осудил. МГТ же не запретил это делать, никто не провел операцию по очистке Запорожской атомной станции от россиян. Даже захват запорожской атомной станции не назвали официально ядерным терактом. То есть, это можно. И Росатом, компания, которая занимается оккупацией Запорожской атомной станции по приказу Путина, прямо есть приказ о том, что теперь Росатом этим занимается. Они разогнали наших работников, многих из них пытали, кстати, российские войска. И теперь вот сами управлять пытаются этой станцией. И против Росатому нет даже санкций, никаких. Вообще нет санкций против Росатома. Поэтому это можно, как выяснилось, это можно. Так что и мы, захватив Курску атомную станцию, будем на ней хозяйничать, наведем там военные порядки, разгоним, естественно, россиян. Ну, пытать никого не будем, мы же за соблюдение международного законодательства. Но никто не сможет ее отбить обратно и никак. Пане Михайло, також би хотів про реакцию наших партнеров-союзников. Ви згадали про дві статті, які з'явилися, в том числі в Блумбергу, щодо оцінки того, що відбувається в Курскій області. Напевне, найяскравіше це сказали Міноборони Франція. Вони сказали, що ця операція уже успішна. Але хотів би запитатися вас наступне. Є реакція Білого дому, там і Джон Кірбі, і Меттю Міллер, і речниця Білого дому. Вони казали наступне, що Україна не повідомляла США про можливі наступальні операції з метою сковування росіян на Курдську область. Але вони також сказали, що Україна має сама вирішувати, як себе обороняти. Як ви вважаєте, пане Михайло, чи справді США не знали про цю операцію, зважаючи, що всі розвіддані, все, загалом, всю ситуацію з супутників надають нам, в тому числі і Сполуччі Штати Америки? Ну, конечно, скажімо так, вона нас не уведомляла, Україна, але ми знали, сказали б Соединенні Штаты, якби їм задали допомінний вопрос. Я думаю, що так обстояло дело. Так як такі люди такого рангу не мають права врать. По закону в Америкі врать нельзя. Нельзя, це дуже багато вирішення на врат. Більше, ніж чоти. Тому вони, безусловно, кажуть правду, що Україна не уведомляла. Але знали ли вони? Знали при цьому. ЦРУ знала? Знала. ЦРУ знала і не задавала вопросів. І не задавала так, щоб це не звучало, як уведомляти. Ну, конечно, знали, конечно. Таку операцию нельзя було подготовити втайне от наших партнерів, тому що задействовано слишком багато западного всього, вплоть до обучення бойців. Там, вони ж теж учатся, багато, в країнах НАТО. Да і вообще, ніхто не скрывається, я, кстати, французы не скрываю, що їх інструктори вот у нас здесь є сейчас. Понимаєте? Початку інструктори знали, те знали, все знали. Хорошо, наприклад, Україна не уведомляла США. Франція уведомляла США. І сразу же по-другому правильно звучить. А Франція знала, тому що готовила наші війська. А потім уведомляла США. Але Україна не уведомляла. І, видите, як єдинодушно все підтримали. То есть, ми зараз говоримо, да. То я говорив специально про реакцію пресси, пресси, независимых людей. А если смотреть на реакцію государственников, то пока стопроцентна поддержка нам выражена. Нас поддержали буквально все, кто хоть как-то выступал. І даже придумали формулировки, щоб объяснить обход нами некоторых ограничений. Ну, наприклад, казалось би, нам же разрешили бить только на 100 км, правильно, там, глупо, вот це все. І вроде как, а що ж тогда? А як же ми тогда все вот це делаємо сейчас? А сначала вышел представитель госдепа и такую обтекаемую формулировку. Господин Миллер сказал, что, типа, Украина все соблюдает, а наши правила остаются, какие были. І ты такой сидишь, а, типа, одно другому противоречено. Вот. Но потом, когда вышла пресс-секретарь Белого дома, то она все пояснила. Она сказала, мы же что разрешали? Мы разрешали бить по тем войскам на территории России, которые используются для военной агрессии против Украины. Вот эти, которые в Курской области, войска, как раз-таки используются для агрессии против Украины. Поэтому Украина все делает правильно, и все в рамках наших договоренностей. Понимаете? Да, нам же действительно никогда в жизни Байден не говорил слово 100 км. Он говорил, можно бить только потому, ну, или даже не Байден, кто там об этом объявлял, сейчас не вспомню. Только по тем частям воинским, которые непосредственно представляют угрозу для Украины. Представляли они угрозу? Да, точно. Вот прям представляли? Ох, как представляли. Вот. Поэтому единодушная поддержка в том числе тоже говорит о том, что, конечно, все все знали. Ну, в какой-то степени. Ну, и еще одна у меня родилась даже такая мини-теория, мини-заговора, что те события, которые были уже теперь уже дней 10 назад, когда Белоусов позвонил Лойду Остину, сообщить, что Украина готовит провокацию, что надо срочно остановить провокацию, потому что иначе очень сильно там испортится отношение между Россией и США. И россияне тогда доложили, что вот мы, мол, позвонили, что Остин прям проникся страданиями россиян, что Остин позвонил Байдену, ну, в Белый дом. Белый дом позвонил Зеленскому, Зеленский позвонил Буданову, Буданов позвонил кому-то еще, и все все отменили. Это сказали россияне 10 дней назад. Тогда еще без каких-либо подробностей. Ну, и все ломали голову про что, какая провокация. И вдруг, в день, когда началось вторжение наше, ну, вторжение в России, в этот день, ну, или там за несколько часов до этого, вдруг выходит Рябков, замминистра этого Лаврова, и говорит, на самом деле, это Белоусов звонил про то, что Белоусов собирались утопить в Неве наши силы спецопераций во время парада, понимаете? И Путина тоже собирались в Неве утопить. И все это прозвучало, как чушь какая-то. Ну, типа, что, какая, почему в Неве топить, зачем Белоусова? А теперь стало понятно, зачем они эту чушь рассказали. Потому что на самом деле, я думаю, что Белоусов звонил ровно вот про это все. То есть россияне, ну, россияне тоже не совсем уж и говорят, они деграды, но не до конца, военное руководство. Они что-то знали, я думаю, то есть у них разведки хватило на то, чтобы что-то знали. Они не знали направление удара, иначе бы они подготовились. Но они знали, что мы собираемся заходить на их территорию, но не знали, где и когда. И я думаю, звонили они ровно по этому поводу. И похвастались, что все остановили, потому что им в Америке сказали, да вы что вообще, ну, какое там, да какая ваша Россия кому общая нужна, перестаньте. И они успокоились. И доложили об этом все друг другу, что все, какая большая дипломатическая победа. И тут вдруг бац, заходят наши войска. И что теперь делать? Рассказывать, что, как это, что Харьков мы не хотели захватывать, и эту операцию тоже не хотели. А хотели спасти белорусам, чтобы у него утопили в Неве. Ну, вот как-то так. Пане Михайло, я сейчас сгадал таку речь, и мне кажется, что это очень яскраво смальювает масштабность провала россиян в Курдской области, и, возможно, и далее. Потому что, когда главнокомандующим был Валерий Залужный, он сказал наступное. Плюсы и минусы войны в 21-м столетии. Он говорит, что у меня есть стил, перед столом экран, и я бачу все до деталей, что происходит на линии боевого сжигания. Я бачу перемещение до особи, до танка, до дрона. Каже, что минус, что россияни також повнестю все бачать, что происходит в Украине. Как можно проспать, сейчас говорят про две бригады, как можно проспать колони техники, как можно проспать, уже на сегодня есть и геликоптеры, скажу нашим лилочам, техника с трикутником, так? Тобто, засоби ППО подтянуть, которые прикрывают авиацию. Тобто, все пропрацовано, и видно, настолько грунтовно и масштабно с боку Украины пропрацовано, что я не знаю, как можно было так это не увидеть. Во-первых, я чуть-чуть так охлажу ваш пыл в одном только, что когда Залужный это говорил, и писал это в статье, и потом еще в Англии выступал с этим, он говорил именно про поле боя. Большая разница, да? Поле боя, это вот мы говорим про рейндж, там, в несколько километров. Почему? Потому что вот там действительно любой беспилотник наш, поднятый над нашими позициями, уже видит туда тоже, у каждого человека. А мы сейчас говорим про накопление этих резервов не на поле боя, а все-таки там в скольких-то километрах, где-то, чуть-чуть по-другому, чуть-чуть. Но в целом-то вы правы, конечно. В целом они точно это все пропустили, это так. И вот уже сегодня появилась такая версия у россиян самих, которая мне до боли напомнила одни, к сожалению, трагичные для меня события. Значит, сообщили так, что, мол, Белоусову-то докладывали про все это. Непосредственно разведка с места докладывала Белоусова о том, что Украина готовит прорыв вот здесь. О скоплении техники, о том, что подтянули то, подтянули это. И что он решил, отмахивался и говорил, что нет, это несерьезно, ничего не будет. Почему он мог отмахиваться, давайте так, Белоусов, в такой ситуации? Зачем? Ему говорят, а он отмахивается. А не берет там, не идет в Кремль, не говорит, дайте денег, дайте сил, будем отбиваться. Потому что он-то звонил Остину, он все это услышал, позвонил Остину, сказал, слушайте, вот такая история. Ему сказали, да не парься, господин Белоусов, вообще что-то, что-то, как-то мог подумать. Ничего мы не собираемся. А вот они же не обязаны Белоусову правду говорить. Вот почему я говорю про трагические события, потому что в Израиле, скоро уже годовщина этой войны в Израиле, между Израилем и Хамасом. И 7 октября прошлого года, когда Хамас напал на Израиль, там задавались таким же вопросом. Как Израиль, одна из самых высокотехнологичных стран мира, могла пропустить подготовку к этой атаке? Если Израиль, как мы видим, способен уничтожить одного конкретного террориста в его бункере, да еще на чужой территории, способен видеть через разведку в Ливане террористов Хизбаллы, опять с именами, прямо по именам, бьется ракета, говорит, мы вот такого убили, а этой ракетой вот такого убиваем по такому-то адресу. И при этом пропустили атаку тысяч, тысяч боевиков Хамаса в том месте, где ну все утыкано камерами. То есть, что такое граница сектора газа Израиля, вы даже не понимаете, это просто все из камер состоит, и боевые роботы ездят туда-сюда бесконечно. Вот. И сидят наблюдатели, вот эти девушки-наблюдательницы, которых взяли в плен хамасовцы, в таких специальных бараках сидят, как бы за всем этим наблюдают. И все это на площади, вся газа, по площади, сектор газа, это половина города Киева. Представляете себе, да? Половина города Киева. Это не огромная страна газа, это половина города Киева. И как израильская армия это все не увидела? И ответ всегда там в том, ну, я не знаю, правда, естественно, но в общем все слоняются к тому, что руководство Израиля про это знало и считало, что оно договорилось. Считало, что оно с Хамасом договорилось. Это Хамас сейчас просто изображает активность, потому что мы же с ними договорились. У нас же с ними есть договор. Ну вот. Вот так же и Белоусов думал, что он договорился. Пане Михайло, також хотели бы, не хочу быть голосовым, да, и вы очень вчасно мне сказали, охлади свой пил, бо я таки... Щодо зміни, можливо, сприйняття Росії как ворога, как загрози серьезными західними нашими партнерами. Тому что, прекрасно мы памятаем, неодноразово говорили, и в том числе и Путин, коли буде экзистенциональна загроза Росії, тоді вони застосують ядерну зброю. Экзистенциональна загроза Росії це її територія. Зараз Збройні Сили України перебувають в цілій області Російської Федерації. Це перейдена найбільша, за словами Кремля, червона лінія, яка може бути. Чи може це бути поштовхом? До речі, в Німеччині схвалюють також, не засуджують, не забороняють використовувати техніку їхню. Вони в цьому не бачать нічого такого. Чи може це перевернути загалом з прийняття Заходу і наших партнерів Росії і зрозуміти, що не такий страшний чорт, як його малюють? Абсолютно. Тут, да, на 100% с вами согласен. Я думаю, що це була одна із целей операции в тому числе. У ці операции багато целей. Кроме того, ці ціли, я думаю, не були выписані. Операция дуже гибка. Я уверен, що коли її планировали, коли її почали осуществувати, то в неї була височайшая степень гибкості. Це не був плану, знаєте, як советська така армія. Пункт 1 – выдвинуться туди, пункт 2 – нанести пораження туди. Нет. Якщо так, то так. А якщо сюди, то це. Якщо вдалося прорвати 2-ю рівню оборони, заходимо резервами. Не вдалося, отступаємо. Удалося налево, пошли налево. І так далі. Я уверен, що там мільйон варіантів просчитан був. Мільйон варіантів. Але в будь-якому слуха, самая перша цель була, що ми зашли, і ми, а українська армія, не РДК, зашли. І ніхто ядерне аружо не применило. Тобто красну лінію-то ми точно вже прорвем. Щас ми її прорвали, вже окончательно растоптали. І це одна із целей. І приємно було слухати, що Путін-то... Путін-то нічого не зробив. Даже не сказав! Смотрите, за це время, за время войни, за 2,5 роки, росіянин угрожали ядерним оружіем ну, примерно 10 разным странам. Тож не тільки Україні. Польщі угрожали, в Литві угрожали Америке, естественно, Германе, Нидерландам, Великобританні. Це то, що я так сходу вспоминаю. І угрожали... Я зараз беру не то, де угрожали пропагандисты. Я беру только то, де угрожал политический уровень руководства. Це Медведев, второй человек путінської ієрархії, це признає Байден. Це угрожал Володин, глава Государственной думи. Ну, третий, четвертий чек, не знаю, по порядку. То есть, це завжди угрожали господарственні деятели. Не просто так. И дальше Россия приводила в повышенную боевую готовность ядерные силы, как вы помните, в марте уже 22-го года. Так что все это уже было. А вот в этой ситуации, видите, не стало угрожать. Не стало угрожать. Это, конечно, для Запада сейчас очень много поменяет. Особенно для немцев, которые были слабым звеном в этом вопросе. Пошла уже, можно сказать, официально не трещина, не погоджение с політикой Кремля найближчого оточения, элити, по-різному називають. Я говорю про російського бизнесмена Дерипаску. Олега, который дал интервью японскому ведению, и где он, первый среди бизнесменов, которые были прокремлевскими, наближенными, сказал, что война Путіна в Украине, война в России, в Украине, это безумство. Ей нужно прекратить, потому что это, ну, он говорит про величезные проблемы для экономики. Насколько это серьезным сигналом? Ну, нет, к сожалению, я вам объясню. Дело в следующем. Во-первых, Дерипаска не первый раз такое говорит. Он это говорил с начала войны. Потом его попросили Кремля вроде как помолчать, но сначала он это говорил. Дальше. Вот, когда эту речь Дерипаски процитировали у нас в СМИ, то в этих цитатах звучало как война Путина, там, то, сё. Вот вы сейчас даже, да, сказали война Путина или там война, начатая Путина. А Дерипаска этого же не говорил. Я же проверил текст Дерипаска. Я же не сказал война Путина, война, начатая Путиным. В целом, он говорит про некую войну. Война, говорит, вот эта, она там вредна потому что, говорит Дерипаска. Дальше. И что предлагает Дерипаска? Дерипаска предлагает провести мирные переговоры и остановить огонь на линии разделения нынешней. Так это предлагает половина России. Это предлагает половина... Ну, все, кто нам не очень дружественны, те такое и предлагают сделать. Вон все специальные засланные россиянами какие-то люди, да, говорят, давайте сначала перестанем стрелять, Папа Римский там. Поэтому Дерипаскино предложение не отличается от предложения многих русских пропагандистов. Вот. Он предлагает ровно это же самое. Поэтому это они выдвинули. Я уверен, что Дерипаски это просто поручили дословно все вот это сказать из Кремля, потому что вот он как еще один, типа, этот голубь мира прилетел из России. Вы заметите, что интересно, где он это сказал, почему сейчас-то он это сказал. Потому что если бы он это сказал у себя там таким же СМИ российским, это вообще было бы, ну, типа, слишком все понятно и очевидно, и шито белыми нитками, потому что какого черта российские СМИ, да, публикуют вот эту ерунду тогда. Он сказал, находясь в Японии. И возник вопрос, а как Дерипаска вообще оказался в Японии? На нем же санкции. И выяснилось, что санкции всех есть, вот австралийцев, канадцев, европейцев, американцев, а Японии нет. Япония же вводит обычно санкции симметрично против всех. Ну, вот забыли они там, не внесли они Дерипаску в список. Он тут же помчался в Японию ради того, чтобы это сказать. И японцы даже вынуждены были оправдываться. Они сказали, что у Дерипаски не было ни одной официальной встречи на территории Японии, ни с какими официальными представителями правительства или чего-то, или чего-то. То есть это просто частным порядком человек приехал, частным порядком кому-то сказал. Вот так скажем. Ну, какому-то СМИ японскому. Вот. Поэтому это не похоже на то, что кто-то... Вот эта часть не похоже на то, что кто-то взбунтовался или идет против политики партии в России. Нет. Но верю ли я, что такое есть? Вот по результату нашего вторжения в Курск область верю ли я, что изменились настроения в российской верхушке? Да, верю. Без связи с Дерипаской. Без связи с Дерипаской как раз таки. Потому что Дерипаска часть пропагандистской машины, давайте так считать. Но многие ли люди, сидя на своих внутренних заседаниях, в своих саунах, там, охотничьих угодьях, в дачах и так далее. Я сейчас про элиту Российской Федерации, не про народ. Я прям вот про высших руководителей Российской Федерации говорю. Региональных, центральных. Многие ли из них сказали, Путин-то все, посмотрите. Ну, Путин ничего не сделал на вторжение. Многие сказали. Многие ли сказали, ну, так, мы сейчас все потеряем. Не, не России, им наплевать на Россию. Просто мы же потеряли все. Кто теперь к России как всерьез относится? Вот. Поэтому, дает ли это шансы, вот прямо наше вторжение, на то, чтобы раскачать путинский режим? Да, конечно, очень большой степень. До речи, пане Михайло, и про то, как Путин на початку нашей разговоры, вы загадывали, реагировал на події в Клюзской области, как он это называл. Вам это не напоминает? То же самое, что было с маршем Пригожина, он тоже витримал паузу в страху, потом вийшов, но был там более категоричным, мне кажется, более таким решительным. Сейчас его промова была еще гиршей, чем в маршу Пригожина. Да, я считаю, что еще хуже. Во-первых, да, напомнило. Во-вторых, да, еще хуже. В-третьих, мне это напомнило чуть-чуть. Сейчас расскажу. Мы же снова столкнулись, ну, это все уже пошутили про это, что снова август, снова Курск, что вот август 2000 года утонула подводная лодка Курск. Я те события хорошо помню. Так что я тогда одно СМИ возглавлял, и мы про это писали, так сказать, в ежедневном режиме, вежечастном. Я помню, как тогда весь мир ждал реакции Путина, а он уехал отдыхать в Сочи. Он именно уехал отдыхать, про это было официально сказано, что нет, он реакции не дает, то, что он уехал отдыхать. Это пока пытались спасти подводную лодку, пока пытались спасти, они же там были живы. Это не то, что она, она же тогда утонула не за один день. Она вот легла на дно, а люди там были живы, они там стучались в обшивку, и разные страны мира предлагали помощь, у которых у норвегов была технология поднять лодку там как-то за нос поднять и вытащить людей. Но всем было отказано, все пытались что-то сделать, делали дырки в этом, и все умерли там, в результате задохнулись. А Путин все это время вообще бы в Сочи отдыхал. И сейчас вот ситуация-то на это похожа. Да, он не отдыхает в Сочи, он как-то, видимо, за 24 года понял, что так не надо, но по сути повелся так же. Ну, вышел и промямлил там про то, что у нас урожай о зимах не созрел. Он на заседании правительства посвятил времени на обсуждение того, как Силуанов ездил в отпуск на мотоцикле в Крым, больше посвятил времени, чем атаки на Курск. Вот говорит само за себя. Поэтому да, абсолютно такая же история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok